Всем привет! Вы на канале Черкова Алина Арт. И в сегодняшнем видео я бы хотела бы нарисовать символ грядущего года Тигр. Ведь на смену металлическому боку по восточному гороскопу символу Нового Года становится черный водяной Тигр. Стихия года у нас Вода. Приступим! Давай нарисуем сначала квадрат. Когда я начала монтировать видео, я заметила, что квадрат мой не совсем похож на квадратную трапецию. Это получилось из-за того, что моя камера установлена немножко под наклоном. Поэтому постарайся у себя на листе нарисовать ровный, идеальный квадрат. Теперь мы должны поделить данный квадрат на 4 равных части. У вас должно получиться 4 одинаковых квадратика. Теперь отступаем от центральной горизонтальной линии. Немножко вверх и проводим еще одну горизонтальную линию. Теперь данную линию делим на 3 равных части. Это будут будущие наши глаза. Намечаем один и второй глаз, немножко вытягивая кверху, как бы рисую стрелочку. Теперь с каждой стороны от глаза проводим дугообразную линию слева и справа. Далее в нижней части квадрата делим его пополам и еще раз пополам нижнюю часть. Отмечаем ротик. Чтобы определить ширину носа, от уголков глаз опускаем две вертикальные линии. Присовываем нос. Далее от тех дуг, которые мы с вами наметили, намечаем ширину лоба и соединяем дугой. Намечаем ушки. Соединяем полоски практически с носом. И от носа соединяем, получается, введем дугой ко рту. С одной и со второй стороны. И добавляем с вами подбородок. Далее добавляем ширину мордочки. Намечаем полосочки. Вы можете взять любую фотографию из интернета и воспользоваться ей для того, чтобы посмотреть точную структуру, рисунок на шерсти тигра. На палитре выкладываем черную и зеленую краску. Можно их смешать между собой, можно где-то их чередовать. Создаем глубину пространства. Далее начинаем прорисовывать шерсть тигра. Для этого я беру желтую, охру и немножко красную. Получается такой красивый насыщенный оранжевый цвет. Прохожусь на переносице у тигра, между глазок. Смотрите, как я прорисовываю шерсть. Снизу вверх кисточку тянем. На краях получается рваный мазок. Как раз имитирую шерсть. Носик я немного высветляю, добавляю белила. Мордочку тоже прохожусь более светлым оттенком. Также по краям идти щечки у тигра. Мордочку тоже прохожу. далее добавляю белый цвет по краям в области ушек тоже прохожусь белым цветом на подбородке после того как вы закончите полностью полностью затонируете тигра кроете краской можно уже будет взять черный цвет и нарисовать полосочки а далее можно продетализировать какие-то моменты больше цветов добавлять это возможно желтого добавить терракотового это такой кирпичный оттенок в области ух например для носа я взяла розовый оттенок смешала красный и белила что касается глаз я покрыла зеленой краской но я сделала небольшие переходы то есть у меня сначала глаз идет более темный потом я его к низу высветляю желтый смешиваю зеленой краской далее ставим черные точечки блики мы добавим в самом конце на носике тоже мы прорисовываем с вами ноздри ставлю блики в области глаз немножко еще добавляю белой шерсти ставим черные точечки можно прорисовать усики возьмите тонкую кисточку для этого завершающим моментом это прорисовка листвы на переднем плане беру зеленый цвет формирую лепесток точнее листик не лепесток а листик и потом немножко желтой краской его высветлю подсвечу и поставлю блики кое-где можно будет затемнить тогда листики немножко выйдут на передний план которые будут позади они останутся позади кое-где можно будет перескать в следующий вид бокал в следующий вид о о в о о о о о Продолжение следует... Продолжение следует... Вот такой симпатичный тигруля у нас с вами получился. Всех с наступающим Новым Годом!